Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – письменность и знания древних египтян. Когда-то давно каждый, кто посещал Египет, с большим удовольствием любовался иероглифами, которые были высечены на храмах, на колоннах, на статуях. Любоваться любовался, а вот прочитать не мог. И многие даже говорили, полноте, да письменность ли это вообще? Скорее всего, это рисунки. Это мы с вами знаем, конечно, письменность, да при том очень сложная. Ведь в древнем Египте были не только иероглифы, самая древняя часть письменности, но еще и иеротическое письмо – это иероглифы, потерявшие четкость очертаний. А было еще письмо дематическое – это иероглифы, которые совсем-совсем перестали походить на рисунки. Разгадать странные египетские письмена пытались многие ученые. Одному из них принадлежат такие слова – разгадка египетской письменности, что вы, это невозможно. Однако был человек, для которого эта проблема не показалась невозможной. Имя его – Жан-Франсуа Шампальон. Впервые сообщение о том, что египетская письменность прочитана, прозвучало перед учеными Франции 27 сентября 1822 года. С той поры этот день считается днем начала науки египтологии. Открытие гениального ученого Шампальона было связано с тем, что он расшифровал надпись на так называемом «Розетском камне». Шампальону повезло – на «Розетском камне» был один и тот же текст, просто на разных языках. И сопоставив две надписи, он пришел к очень интересным выводам. Первый вывод. Первоначально египетская письменность была пиктографической. То есть египтяне просто-напросто рисовали все те предметы, которые видели вокруг себя. Но позже появился иной тип письменности. Стали обозначаться еще и звуки. Причем гласные звуки на письме не обозначались, а только согласные. А как же быть, если в двух разных словах одни и те же согласные звуки, например, «Дима» и «Дом». А для этого существовали специальные иероглифы-определители, которые ставились в конце слова, и позволяли понять, что речь идет именно о данном конкретном предмете и не о каком другом. Таким образом получается, что египетское письмо состоит из трех видов знаков. Знаки, которые обозначают понятия, знаки, которые обозначают звуки и значки-определители. Представляете, как сложно приходилось египетским детям. Для того, чтобы овладеть премудростью и стать грамотными людьми, им приходилось долго и упорно учиться. Их родители, чиновники, песцы, приводили своих детей в школу достаточно рано. Сохранились сведения об одном чиновнике, который привел своего ребенка в пять лет. Девочки не учились, как правило, довольствовались домашним обучением. А вот мальчикам приходилось не сладко. Ровно 12 лет постигали они науку. При школах имелись библиотеки. В библиотеках хранились самые разные тексты – религиозные и литературные назидательные тексты. Начиналось обучение, как правило, с того, что ученики, не мудрствуя лукаво, просто зазубривали их наизусть. И только уже на самых поздних ступенях обучения начиналась, собственно, подготовка специалистов, овладение самыми разными науками. Выпускники школ становились жрецами либо чиновниками. А чиновниками в Древнем Египте считались буквально все, начиная от архитекторов и заканчивая военными специалистами. Для того, чтобы делать записи, в Древнем Египте использовали самые разные материалы. Прежде всего, это были плоские куски известняка, которые добывались на западном берегу Нила. Использовались и так называемые остроки – черепки от разбитых глиняных кувшинов. Большой популярностью, особенно среди шкалеров, пользовались и небольшие доски, покрытые слоем гипса. Песцы, которые сопровождали армию во время походов, любили делать свои записи на коже. Но, к сожалению, кожаные свитки очень плохо сохраняются, они до нас почти не дошли. Но, пожалуй, самым-самым популярным материалом для письма был, конечно же, папирус. Слово «папирус» – греческого происхождения, и обозначает оно как название растения, произрастающего на берегах Нила, так и материал для письма, который из этого растения изготавливался. Произошло слово, видимо, от египетского «па-пер-аа», что означает «царский материал». Письменный прибор в Древнем Египте выглядел так – палетка для красок, тростник для того, чтобы им писать, так называемый калам, и, помимо всего прочего, еще и горшок с водой для того, чтобы размачивать краски. Палетка выглядела так – дощечка длиной 30-40 см и шириной 5-8 см с двумя углублениями для черной и красной краски. Дело в том, что в Древнем Египте основная часть текста писалась черной краской, а даты и начало абзацев выделялись красной. Процесс написания священных символов в Древнем Египте был достаточно трудоемким. Первым делом писец должен был взять тростник – калам – и слегка пожевать его, превращая в кисточку, после чего обмакнуть эту кисточку в горшок с водой, а дальше уже можно было начинать священно действовать. Знания Древнего Египта, полученные и записанные с таким трудом, дошли до нас через греков и римлян, а греки и римляне застали египетскую цивилизацию уже в период ее упадка. Научными знаниями в Древнем Египте владели жрецы, а уж жрецы постарались делать все, чтобы эти знания не попали в руки непосвященных. Большая часть передавалась устно. Мы с вами можем только косвенно судить, что раз египтяне сумели построить пирамиды, значит, они прекрасно разбирались в математике и геометрии. Раз они с таким искусством бальзамировали своих мертвых, значит, видимо, разбирались в анатомии и в медицине. Те письменные тексты, которые дошли до нас, неполны, их мало, и, как правило, смысл их весьма туманен. Скорее всего, они зашифрованы. Может быть, когда-нибудь кто-то сумеет их разгадать. Как знать, может быть, это будете вы. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.